Привет, ребятки! Это Warwick, стример 99-го года. Многие, видя этот бас и узнавая стоимость на него, часто спрашивают, а это действительно ли Warwick? И их нетрудно понять, потому что этот Warwick с этим простым бриджем вместо фирменного узнаваемого о двух частях, с этими простыми технологичными формами корпуса вместо закругленных, изысканных, обточенных форм старших стримеров, с корпусом не из бубинги или ясня, а из какой-то королены. Это хвойное дерево, родственник ели. С лаковым финишем вместо натурального вощеного покрытия. С этим вот. В общем, в целом, этот Warwick больше походит на китайский рокбас, чем, собственно, на немца Warwick. Но, позвольте, я вам все объясню, и для этого мне придется сделать небольшой экскурс в историю. Warwick изначально прославился как немецкий производитель топовых инструментов с экзотичными породами древесины, с крайне оригинальным дизайном и с уникальным характерным звучанием. Еще в 80-х годах такие модели, как Thump NT и Streamer Stage сложили основу уникального имиджа и высокого статуса фирмы Warwick. А что делают обычные компании, получившие известность и популярность? Правильно, расширяют свою долю на рынке и завоевывают новую аудиторию, зачастую выпуская более дешевые и доступные продукты. В 95-м году выходит модель Corvette Standard, которая при своей относительной бюджетности не уронила грязь лицом высокой имя марки, получила большую популярность и долгую жизнь. Streamer Standard был выпущен в 99-м году и, как мы видим, был попыткой занять еще более бюджетную нишу, для чего ему пришлось поступиться некоторыми характерными чертами басов Warwick, но при этом он сохранил немецкое производство и гриф из Аванкола и Венге, такой же, как и стоял на всех остальных болчоных серийных моделях. Но люди его, в отличие от Corvette, не приняли, продержался он в производстве всего лишь пару лет, и сегодня стример Standard это китайский рок-бас. Ну а теперь давайте рассмотрим, что этот бас непосредственно из себя представляет. Первое, что мы заметим, взяв инструмент в руки, то, что он легкий, как пушинка, всего 3 килограмма. Причем из-за легкого корпуса и того, что верхний рок относительно короткий, гриф клюет и стремится занять горизонтальное положение, что, в принципе, легко поправится широким кожаным ремнем. Гриф, как я выше говорил, самый настоящий варбиковский. Аванкол, Венге, характерный профиль, 24 бронзовых лада, пластиковый порожек Just Anat, который позволяет отстроить высоту струн, крышка гайки анкера со съемной заглушкой. Забегу вперед, скажу, что крышка тамберблока здесь на защелках тоже легко открывается. И за эти мелочи, за эти детали я глубоко уважаю фирму Warwick, потому что это показывает их отношение к музыкантам. Это же так просто, так удобно, когда тебе не нужно откручивать и закручивать кучу маленьких винтиков, чтобы что-то построить в инструменте, когда можно строить высоту струн под себя не только на бридже, но и на грифе. Это просто и в то же время гениально, потому что за 50 лет никто об этом не подумал. Никто, кроме Warwick. Еще я бы похвалил замечательный двухпусковый бридж с быстрой заменой струн, но здесь у нас стоит обычный бридж с торчащими винтиками, до которого я бы не стал в других случаях докапываться, но здесь у нас все-таки Warwick. Но в то же время это опять-таки очень бюджетный Warwick, поэтому к таким компромиссам стоит отнестись с пониманием. Еще придется отнестись к пониманиям, что до последнего лата дотянуться не так-то легко, но для Warwick это норма. Корпус, кстати, хоть и сделан проще, чем у более взрослых Warwick из плоской доски, что выглядит и ощущается далеко не так роскошно, однако он по-прежнему абсолютно эргономичен, скос под руку есть, все в порядке. Колки тоже фирменные, Warwick, и меня удивляет тот факт, что они до сих пор не сломались и не были заменены на Гота. Ладно, я тут немного утрирую, но на самом деле действительно полно жалоб на ломучие варковские колки. Когда я купил свой БУ даблбак, там уже стояли колки Гота вместо родных. Но факт и то, что вот эти конкретно колки работают отлично и до сих пор не сломались, так что это хороший знак. Стримеры STD были в двух вариантах, с двумя мыльницами и с одной в свитспоте, как в нашем случае. Это пассивный Mech Vintage Style Humbucker, который дает своей позиции такой жирненький, чуть глуховатый ровный звук. Стримеры STD Более прозрачного яркого звука, просто дергаем ручку громкости вверх. Более прозрачного яркого звука, просто дергаем ручку громкости вверх. Так что при такой скромной конфигурации электроники Этот бас может неплохо адаптироваться под то, какое звучание нам нужно в тех или иных случаях И это реально отличная штука И здесь я даже не хочу жаловаться на отсутствие эквалайзера Вместо которого простая ручка тона Это бас абсолютно не портит Но в целых, что касается звука Наверное вопрос, который будет беспокоить многих Звучит ли он все-таки как варвик Сохранил ли он тот самый узнаваемый характер И поиграв на нем какое-то время Вспоминая свой старый даблбак Я считаю, что да, сохранил Есть эта характерная серединка Есть этот узнаваемый похрюкающий тембр С стреляющими верхними нотами Я, честно говоря, не фанат варвик И свой даблбак я продал, потому что мне не нравилось, как он звучал в пачке Слишком вычурно, слишком варвиковски Особенно верхние ноты, которые просто прошибали микс И лезли на передний план Отвлекая на себя внимание от остальных инструментов Но при этом я не мог отрицать Что звук сам по себе очень красивый Очень интересный, насыщенный, яркий Как и здесь Этот инструмент оставляет впечатление Чуть более скромного, более умеренного Но при этом на нем все равно приятно играть И слушать этот тембр Слушать, как звучат эти ноты Как звучат эти аккорды КОНЕЦ 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 Этот гриф определенно создает нужный тон и нужное ощущение от игры И дерево корпуса, которых многих предварительно отталкивает Отнюдь не рушит эту картину Так что по звуку да Если вы хотите познакомиться со звуком Warwick Не обладая при этом большими суммами Или просто хотите какой-то интересный инструмент С одним хабакером в свет поте За умеренные деньги Вам определенно стоит обратить на него внимание Но при этом Warwick в целом Штука все-таки довольно-таки имиджевая Какой-нибудь начинающий пионер Купит какую-нибудь Ямаху Ибанес Сквайр Шектор Рокбас Что угодно Но чтобы купить Warwick Нужно быть в теме Это инструменты со своей идеологией Которые противопоставляют себя всей остальной индустрии И многие фанаты Warwick Не все, но довольно шумная их часть Со стороны походят на такой элитарный клуб Где все смотрят на всех остальных с высока А с таким Warwick вам придется постоянно всем объяснять Что это не рокбас Это настоящий немецкий Warwick Но в глазах некоторых задротов Вы все равно будете выглядеть как бедный родственник Которому не хватило деньги даже на корвет Особенно учитывая состояние косметическое Этого конкретного экземпляра Если захотите содрать весь этот лак Отшкурить его и покрыть воском Флаг вам в руки В общем, если вы хотите Warwick Чтобы им понтоваться Это точно не ваш вариант Однако, если не рассматривать его как имиджевую игрушку А рассматривать как инструмент То это хороший инструмент и хороший Warwick Если не верите мне Можете спросить одного из его бывших владельцев Замечательного бас-гитариста и знатного вариковода Павла Виноградова Он отзывался об этом инструменте очень тепло И лично его мнению я бы доверял куда больше Чем кому бы там откуда-то там Но все-таки лучше, конечно, все послушать и проверить самому И сформировать свое мнение по своим личным ощущениям и впечатлениям Поэтому заходите в Good Guitars Казанская 7 в Санкт-Петербург Послушайте все сами Чтобы не пропускать новые интересные плюшки Заходите в группу Good Guitars ВКонтакте Ну и не забывайте про мой паблик и мой канал на ютубе Пишите, если есть что спросить или сказать Не стесняйтесь Я рад всем Ну и всем пока! Пока!